всем доброе мокрое утро дождик пошел представляете вообще он и утром шел потому что я слышала что капала но не такой сильный вообще нам это только на руку потому что прохладно хорошо мы поедем мы поедем мы помчимся на оленях утром и ваним мы поедем в альпухару не в эти горы а следующие за горы и такая альпухары эта часть такая как гряда горная где находятся деревешки деревеньки горные вот и мы туда поедем по всем этим деревенькам я давно уже хотел туда съездить вам показать я там очень часто было было но так как моя сестра приезжала думаю поедем съездим с ними и вот сегодня такой день там вот все нету туч вообще по мне бы лучше тучи чтобы не было жарко и было бы хорошо но ласточки вроде высоко летают в общем это почти что вы зеволосы сейчас завтраку иду чарли гулять и едем выдвигаемся таким вот у нас будет сегодня путешествие смотрите дождичек прошел обычно дождик все моет у нас наоборот как вам так у вас тоже такие дожди идут пипец это море и небо и не поймешь где море где небо очень такой штиль сегодня после дождичка в четверг когда мы на пляже духотища страшная найти не жарко а душно и влажно кудривьются кудривьются подумываю избавиться от моих кудрей до нужно уже стричься в общем мы на пляже с чарли гуляем с учета где-то стреляют где-то очень далеко но он все это слышит и уже раза три останавливался вот так вот ложится как я вам рассказывал на траве и все и не туды и не сюды и приходится мне за ним возвращаться брать на руки и и и вообще какой-то ужас из-за того что штиль что ничего не ветерочка нету никакого где-то там громыхнет ну здесь праздники в каждой деревне каждую неделю какой-нибудь праздник и вот стреляют вот эти вот петарды или что-то и вот он и где-то слышит не знаю как он их слышит и ложится в траву и все и хрен его поднимешь видите идет рядом всего боится были какая духотища время 10 утра люди все на пляж идут фу я их понимаю же вся мокрая не от жары от от влажности все занято лето вообще а зимой здесь ходишь ни одного человека нет там кораблики плывут это вот все никак не людей нету там никто не живет в общем да это ах лето а мы едем в горы надеюсь там попрохладнее будет и хорошо но даже если не попрохладнее мы будем в машина сделаем красивые фотки пейзажи с ними обалденные а я в предвкушении очень люблю ту сторону и раньше мы часто туда ездили в общем все по ходу расскажу у нас здесь фабрика воды ланхарон которая продается по всей испании и добывается ну здесь много источников вот здесь воды горит и здесь ее обрабатывают продают по всей испании это первая деревня ланхарон здесь есть как отель такой с источниками мне можно полечиться вот мы сейчас туда пойдем и посмотрим что почем и как кстати жарко здесь там моя сестра с семьей так елками пахнет здесь классно прям елками а где они елки вот эти персика лечо короче это и думаю а он какой-то не очень сейчас не буду здорово есть на всякие пожарные купили вот такие стаканы по евро сейчас одной воды возьмем другой воды попробовать там вот источники есть но там по-моему наверное наливаешь как сколько хочешь ну да источники эти медицинские по медицинским показателям а вот это мы можем здесь два источника один большее количество железо другое меньшее количество железо мы сейчас возьмем один и такой но в принципе я то его не хочу потому что я уже его пила так что вот так один отели говорит один эвкалиптом да крутая девчонка смотрите вся такая деловая пахнет а я а это эвкалиптом я думала елками пахнет как в бане куда идем а там без деятельности в источнике красивые речки там где клён шуме над московой концерты дают водопад 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 смотрите ну чё ты красиво вот эти ягоды очень вкусно здесь раньше были они ветки прям низко-низко смотрите сколько а сейчас что-то по обрубали все знаете пробуйте попробую можно вот смотри какая большая это ташкенте у нас такого пола тут он его черный надо брать ну да самый сладкий мы здесь мы мы раньше сюда приезжали и знаете чё ели вот на этих вот прям как ташкенте влад не боишься воду боялся пить будем фоткаться сейчас здесь красота ну ну и 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 деревня этих как его ведьма сейчас здесь фотку с аббацией и поедем дальше уже на самой высоте здесь какой-то источник как всегда и вот такая деревня ведьм гляньте какой орел поехали парковаться здесь центр деревушки и здесь нельзя на машине ехать чё там ой там должно быть интересно деревня в по блюдо брухас ведьм здесь говорят ведь мы все суда слетались для того чтобы заниматься любовью здесь жил какой-то ведь был очень такой сильный которых всех оприходовал скажем так кушать красиво звучит все Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот возьми бутылку, набери, она потом у тебя вот эта вся железа окислится. От чая можно налить. Даже много ее она свернется, а вот одну бутылку налить. От чая вот. Она потом взял железо, у тебя останется. Говорит, если один какой-нибудь хор... Смотрите, тут такая церковушка. Ага, вот это вот так прикольно, короче, вот такая церковушка. Вот так вот у нас Оля, модница. Это срапы. Купила себе чай вишневый. Тут, смотрите, варенье из груш без сахара, со стевией. Видите? И инжир в шоколаде. Так что вот так, затоварилась. Травелес, самая высокая деревня в Европе. Правда, насколько высокая, мы пока не уточнили, но обязательно уточним. Здесь очень красиво и прохладно. Смотрите, какая природа. Будем щелкаться. Заходите в инстаграм, там уже фоточки будут. Смотрите, какие горшки заплетенные в это. А это специально, они, наверное, связали. Ну да. Прикольно. Идем в магазинчике посмотреть. Везде горы. Что нажрали, то и потеряем. Ой, хорошо, потерять, чтобы килограммчик. Два всего? Хорошо бы. А, за сегодня, да? Да, за сегодня. Сегодня, да. О, он тоже как здесь. Мы тут залезли в магазин, смотрите. У нас Люда по хамону. А почему там, блин, уехали? Там и хамончик нам режет. Смотрите, вот такие. Вот, какие. А вкусные, да. Мясо, мясо, смотрите. Хамоны. Еще в этом районе, а я, по-моему, говорила, типичные вот такие вот эти, как их называют, половики, что ли, они. Такие прикольные на зиму, чтобы тепло обогреваться. Вот сейчас магазин типичный. Это вот иностранка какая-то ходит. Не знаю даже, откуда она, что она тут делает. А пахнет здесь как вкусно. Копилки поросята. Ну, в общем, обычный с сувенирами магазин. Туристы. Это вот руссотуристы в облику морали. Ой, тут, смотрите, сколько этих ковров. Так, цена. 18 маленький, 40 большой, 45 совсем большой. Этот, наверное, 45. Икея отдыхает. Вообще от такой красоты. Вообще теплые должны быть. Ой, моему чарли ему понравилось слушать. Вот такой, наверное, 18. Вот этот стоит маленький, я так думаю. И шляпы тут. Я хожу стаканом, думаю, вдруг здесь вода где, из источника течет, попить. В общем, так. Это вот тоже типичное альпухарское. Приезжайте к нам на юг, в Гранаду. Езжайте в Альпухару. Очень красиво все. Нашла, нашла. По табле. Можно пить. Ну, по табле, значит, нельзя. Вот, видишь, если ты пьешь в этом этом, то если ты не замужем, то выйдешь замуж. А что-то тут все закрыто. Раньше здесь все было прям так полностью. Да нет. Такие у них прикольные вот эти на дверь вешать. А, ну да. Деревушка типики. Фабрика. Фабрика этих. Варенье варят. Во, вода как течет. Прикол. Глянь, как вода течет. Там можно купаться. Тут вот искать. Кошки везде. Кс-кс-кс. А говорят, что кошки на кс-кс. Русские не отзываются. Все, они отзываются. Мы еще путешествуем. Время 8 час. А мы еще тут. Мой черный один там. Ну, ладно. Что тут у нас есть? Тут как это, лабиринт. Идешь, идешь и не поймешь, куда ты выйдешь. Барчики тоже какие-то. Смотрите, идем по течению воды. Прикольно. Да как это. А здесь, наверное, когда 100 лет назад, все мочились сюда. А прикиньте еще, знаете как, с бодуна идешь, идешь. Прикольно вообще, классно вода. И ты идешь. А там даже бар какой-то, вон все туда пошли. Местные. Обалдеть. Ну, надо же, прям вот среди деревни, да? Смотрите, вот тут здесь барчик такой прикольный. Сидят тут. Квасят. Ой, хамоны, как всегда. Без хамонов никак. Да, уж перекрыло. Ой, тут что-то такое. Интересно. Вообще интересно. Я тут представляю, сколько раз здесь была. Ой, и ни разу не видела вот такую реку. Вот, все. И какой-то электростанция. Это здесь такая. Красота. Все. Люда уже вино пробует. Иван. Прям прицел. Медовуха, да, кстати. А это какое-то темное, это белое. Ну, оно старое. Уксус? Нет. А что? Ну, кому крепленое. Это портвей, наверное. Крепленое. Ну, это такое домашнее. Дома делает. Делает вино. Это прям термоядер, такой, как самогон. Не оценили домашнее вино. Тут сумок много. Не взял мой телефон. Кожаный, вот так, погни, кожей. Такие магазинчики. Смотрите, сколько с пляжа едут люди. И это дорога такая, аудовия, шоссе. Пипец. Они прям стоят все с пляжем. А мы, наоборот, на пляж. Мы уже дома. Уже время 10 час. Я хочу, знаете что? Чай попробовать, который я купила. Черешина. Не знаю, конечно, потом как бы я не уснула. Но попробовать хочется. Пахнет вкусно, кстати. Так что вот. А вот моя кружка большая. Люблю чай из больших кружек. Вот эти маленькие, кофейные. Я вообще их не понимаю. А чужой чай никто не включила. Вот. Моя зайчик тут. Где моя рыбка? И мой ниню. И нинютика. И нинютика. Он так долго без нас сегодня был. Я бы тебе вообще не скрыть. Она мне ниню вату. Вот. Пойду чай делать. И сейчас вам скажу, вкусно или не вкусно. Чай очень вкусный. Пойду пить черешневый чай с черешней. Как вам? Мне кажется, очень вкусно. Буду прощаться с вами до завтра. Завтра тоже кое-куда собралась. Так что не теряемся. Подписываемся. Ставим лайки. И всем пока-пока. До завтра.